В селах Одесской области появились новые детские площадки, а в Болграде открыли инфекционное отделение центральной районной больницы. Такие инновации пришли в пригород благодаря помощи народного депутата Украины Антона Кисе. Сам политик родом из Бессарабии, на благо которой трудится и сейчас. Свою жизненную задачу видит в возрождении края, и это главный смысл его сегодняшних трудов и планов на будущее. Первый пункт остановки депутата Верховной Рады Украины – село Введенко Саратского района. Обращались местные жители семи сел на предмет оказания практической помощи об установке детских игровых площадок, где в центре села большинство в дошкольных учреждениях, то есть в садиках. Антона Иванович им обещал и сделал себе такой вот подарок нашим малышам и мамам, и нам, бабушкам, приятно прийти и поиграться. Это очень хорошо, что мы уже три раза видим Антона Ивановича в таком отдаленном селе. Сейчас ездят с детьми, выйти погулять, покатать их на качелях, на каруселях. Очень довольны внукам нашим, хорошо, прекрасно. В садике есть у нас и тут, на центре выйдем, есть куда выйти. В селе Павловка Арцийского района у ребятни тоже праздник, ведь здесь больше 180 детей дошкольного возраста, каждому из них хочется резвиться и чудить. Но вот вопрос где? Чтобы не совершать опасных вылазок за пределы населенного пункта, территорию для развлечений нашли в самой Павловке. Я как-то обращалась к Антону Ивановичу, он нам помог еще в 2006-м с отоплением. Когда возникло необходимость сделать детскую площадку, он помог нам сделать детскую площадку, чтобы детям было здесь удобно, интересно. Самый большой подарок к Дню защиты детей – это решение этих маленьких вопросов, которые могут дать возможность сегодня детям заниматься полезным делом. Открыли площадку и в селе Тополиное Болградского района. И, как заверил депутат, на этом его сотрудничество с местными жителями не закончится. Помимо детских вопросов, Антон Кисе совместно с облгосадминистрацией уделяет внимание и сфере здравоохранения. В Болграде открылось инфекционное отделение Центральной районной больницы. Врачи получили от облгосадминистрации рентгенаппарат, две автомашины скорой помощи, кварцевые лампы, сумки для фельдшерско-акушерских пунктов, носилки для скорой помощи и другое оборудование. Инфекционное отделение, это специфическое отделение, оно всегда нужно, потому что никто не знает, что будет через две минуты, кто может отравиться, кто может заболеть инфекцией. И, к сожалению, к сожалению, это в жизни бывает очень часто. По программе «Народный бюджет» идет реализация тех задач, которые ставились еще в том году. Благодарен за то, что меня пригласили принять участие в открытии и увидеть, что сделано. Сделана качественная работа. В этой ситуации надо просто сказать спасибо. Спасибо тем организаторам данных работ и тем исполнителям. Транспорт был очень необходим медикам села Новотроянское, ведь до Болграда 45 километров. И в непогоду, да на старой машине, меньше часа езды никак не получалось. А счет порой шел на минуты. Пункт скорой помощи открывается на базе Новотроянской вычастковой больницы в здании. И, конечно, мы очень рады, что нам подарили сегодня новую автомашину, вездеходную. Как писал Гоголь, надобно иметь любовь к труду. И, поверьте, это вовсе не скучно. Хозяину нет времени скучать. Нет времени для скуки и у народного депутата Антона Кисе. Потому что, когда на деле, а не на словах, чувствуешь себя хозяином на своей земле, точки приложения сил всегда найдутся. И во время поездки по Болграду такая точка уже обозначилась. В районе инфекционного отделения больницы жители обратили внимание депутата на несносный запах и пожаловались на свиноводческий комплекс, появившийся полтора года назад в селе Жавтневое. Народный депутат принял наказ от своих избирателей и пообещал способствовать нормализации ситуации, сложившейся вокруг хозяйства.